Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я рад нашей новой встрече на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам об одном удивительном препарате, который называется Немоцит КС. Для чего применяется Немоцит КС? Нематода является просто огромной проблемой. На посадках картофеля, земляники, буквально всех овощных растений очень сильно от нематоды страдают такие культуры, как огурец и томат. Если в своей теплице вы выращивали огурец или томат хотя бы 3 года подряд, то 100% инфекционный фон по нематоде у вас уже точно есть. То же самое касается картофеля. Очень много можно услышать часто о том, что картофель можно сажать по картофелю. С одной стороны, существуют такие технологии, которые позволяют высаживать культуру по культуре. Можно фунгицидики внести, можно биофунгициды внести, чтобы придушить инфекционный фон, который формируется при регулярной посадке растений по растению. Можно добавлять микроэлементы, компосты, удобрения всевозможные для компенсации выноса питательных веществ. Но вы ничего не сделаете с нематодой. Нематода будет расти и плодиться на вашем участке с каждым годом, снижая и снижая урожайность ваших растений, все делая менее-менее успешными ваши вложения денег, труда, сил, времени в такое любимое овощеводство. От нематод страдают и плодовые растения, и деревья, и кустарники. Но буквально все, при всем том, с нематодой бороться очень сложно. Ведь это не грипп, это не бактерия, это даже не вирусы, и там не все остальное. Это черви, это круглые черви. Если вы посмотрите на спектр препаратов, предназначенных для борьбы с нематодой, посмотрите и удивитесь, потому что таких препаратов нету, не существует. Все препараты, которые предназначены для борьбы с нематодой, являются высочайшей токсичностью, применяются только в профессиональных тепличных хозяйствах и только профессиональным оборудованием, профессионально обученными людьми. Единственный препарат, которым можно работать по нематоде безопасно, это Немацит-КС. Немацит-КС был в свое время создан в рамках государственной программы для поддержки овощных хозяйств, в первую очередь томатных и огуречных, для обработки растений, которые растут в такой беспочвенной технологии, там где используется минеральная вата или кокосовый субстрат. Почему? Потому что нематода в этих субстратах разводится в 10-кратной силе, с 10-кратным размером по отношению к тому, что может развиваться в почве. И нематода, кроме того, что она сосет соки и подъедает само растение, она же еще является страшнейшим разносчиком вирусных инфекций. Она же является страшнейшим разносчиком бактериальных инфекций, грибных инфекций. Она делает те самые пресловутые повреждения корней, через которые внедряются в корни фозериоз, вертициллиоз, трехиумикозные и прочие заболевания, которые внутрь растения попадают и которые потом очень тяжело извести. Земляника вообще вся в нематоде зачастую. Это целая беда. Если в отношении стеблевой нематоды, там какой-то еще, на сегодняшний день единственный способ борьбы с ней, это уничтожение посадок и несколько лет нельзя возвращать туда растения, то с корневыми нематодами как раз поможет побороться немоцит КС. Немоцит КС готовится на основе особой бактерии, которая называется псевдомоноспутида У. Это абсолютно уникальный микроорганизм. Те, кто из вас интересуются, можете погуглить, как псевдомоноспутида работает в отношении нематоды. Вы удивитесь, что за границей делали поиск штаммов аж с южного полюса, из Антарктиды выявляли штаммы, которые помогают побороть эти самые нематоды. И вот белорусские ученые Белорусского государственного университета нашли эту самую псевдомоноспутида несколько более легким путем и создали вот этот замечательный, прекрасный, единственный абсолютно в своем роде, никаких аналогов в мире нету, препарат, который называется немоцит КС. Пользоваться препаратом немоцит КС очень-очень просто. Надо его разводить 1 к 100 и обильно проливать, обильно-обильно проливать ваши посадки. Проливать их надо на уровне рассады, проливать их надо на уровне, когда вы высаживаете растения на постоянное место. И проливать их надо еще, по крайней мере, дважды, после того, как вы растения посадили, на постоянное место. Кроме того, обязательно надо 3-4 раза за сезон проливать посадки земляники, лука, чеснока, огурцов открытого защищенного грунта и многих-многих других растений, которые очень страдают от нематоды. Обязательно необходимо обрабатывать им клубни картофеля, тоже разводить 1 к 100, буквально можно раскладывать клубни прямо в лунки при посадке и ходить таком маленьким стаканчиком по 150 мл, на клубе наливать, 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 наливать. Можно замочить клубни картофеля в небольшом разведении, уже не 1 к 100, потому что надо, чтобы побольше этой псевдомонады прилипло к клубням, если вы опрыскиваете, да, уже не 100 мл выливаете. Но примерно в 10 раз надо разбавить этот препарат и обильно смочить или опрыскать обильно, чтобы по нему аж текло клубни картофеля с целью профилактики лечения нематоды. Прелестем этого препарата относится то, что он содержит в себе живых бактерий, вот этих псевдомоноспутида. Эти псевдомоноспутида отлично размножаются. Вот тут у меня в бутылке, обыкновенной от молока бутылки, стеклянной, она легко стерилизуется. Находится этот самый препарат, саморазмноженный. Вот он у меня получился такого желтенького цвета. Это, пардон, не анализ. Да, это та самая псевдомоноспутидау. Почему она такая желтая? Дело в том, что она при определенных условиях может продуцировать специфические пигменты, в том числе пиавердин и там целый ряд других биологически активных веществ, которые имеют прямое воздействие на нематоду. И есть второй механизм борьбы. Это опосредованный. Сама псевдомоноспутида придает устойчивость тех растениям, на которые она попадает, на корни которых она попадает. При поливе, при обмакивании саженцев, там, что угодно. Да, высаживаете плодовые деревья, обмакнули саженцы, 1 к 100 сделали раствор. Можно туда добавить и удобрения, и гуматы, там, все, что вы хотите. Болтушку какую-то можно сделать. Но 1 к 100 конечная концентрация должна быть не МЦДКС. То есть, обмакнули корневую, пролили корневую, там, рассаду поливаете обязательно. Потому что сама псевдомонада эта, да, и придает растениям уже внутреннюю устойчивость. Поэтому у нее есть целых 2, 2 механизма борьбы с нематодой. Кроме того, сама по себе псевдомонада путида, поскольку она синтезирует пиавердин, а это вещество, которое позволяет легко усваиваться целому большому комплексу различных микроэлементов, но в первую очередь железо из почвы, потому что она работает как хелат, как хелатирующий агент. Стоит ли опрыскивать растения вот этим препаратом? Ну, вы знаете, что опрыскивать можно, но прямого противонематодного действия при опрыскиваниях вы не добьетесь. При всем том, что у этой псевдомонады есть и другие замечательные свойства, ну, такие, как, например, профилактика и лечение хлороза там и так далее, потому что она содержит вот этот комплекс пигментный, все-таки лучше ценность ее, огромная ценность ее в том, что она борется с нематодой. Поэтому используйте этот препарат целево для проливов, для обмакивания корневой системы, для борьбы с нематодами. А размножать ее можно в обыкновенном сахарно-солевом растворе, точно таком, о котором мы говорили много-много раз на нашем канале и повторяли его бесконечное количество уже раз. Как этот раствор готовить и как размножать эти самые бактериальные препараты. Что ж, не упустите уникальнейший шанс приобрести вот эту защиту от нематоды. Обязательно, если у вас теплица больше трех лет, уже выращиваете там огурцы, томаты, перцы, баклажаны, нет никакой ротации, а у нас ни у кого нет ротации. Что же мне, редиску там выращивать или капусту в теплице? Я же не буду терять год из-за этого. Обязательно используйте этот препарат для того, чтобы и побороть нематоду, и не дать ей там разгуляться. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Уверен, что этот препарат понадобится абсолютно каждому из вас. Он творит чудеса, по-настоящему чудеса. До встречи!